всем привет с вами болтарез мы продолжаем проходить пенумру я здесь осмотрелся ничего интересного не нашел единственная комната в которой можно что-то сделать находится здесь не наверно представить предстоит какая-то загадка здравствуйте какая нахуй жестокая битва я его чем убивать то должен этого ок окей я в безопасности будем надеяться что сюда он не залезет я немножечко подохуел от происходящего настолько что даже не слышал чё нам не чувак этот голос так хорошо давайте разберемся что нужно нам сделать я вижу открытую комнату быть может стоит сюда забежать и закрыться иди нахуй все я подпёрт гулять какой пидораска посмотрите сильный а здесь есть подожди ты мне открывать дверь у кого ёбушный я здесь даже ничего нет чтобы нужно было дверь подпереть так хорошо ладно а по увернулись ахану и двери находит ладно здесь есть еще одна комната вижу вижу бачок господи отстань ты от меня быть и надо быстро дверь закрываем уйди уйди не приходи все я подпёр дверь это сработает нет мне нужен был ящик наверно да ты бить блять ну а смысл мне кажется что в этих подождите что это за спрячь пичку я замыливать это не буду подождите на что что это дело аха я поднимаю все я кажутся понял нам нужно этого монстра въебать с помощью ящика все и получается нам нужно дернуть за рычаг он упадет и его раздавит хуя отлично сейчас я его сюда заманю хуяк вот и все давай 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 иди сюда ты как-нибудь блять его можешь не двигается вряд ли я сдвину это не подняв так я поднял хочу недостаточно что-то еще что все пойдет хорошо видали ребят реакция мангуста все прекрасно так вот она тень получается достаточно завести его в тени то есть даже не в центре получается он должен стоять она те все 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 давай сука сейчас с тобой будет покончено раз и хрязь мы его раздавили спасибо я старался пока ты не начал плясать победный танец я конечно понимаю что убийство может доставить массу удовольствие но она же тебе вроде нравилась смысла можете блять басимку пристал кусочкой у скайпа послушай неужели ты и правда так это та самая баба оказалась подождите а какого тогда собственно хера она была в облике монстра получается это было у нас все в голове я просто сошел с ума и ни за что ни про что раздавил бабу допустим допустим она была обычной женщиной с ней было все в порядке и это мою галюны тогда какого хера она за мной бегала может она была просто рада встречи хотела меня обнять а мы почему-то подумали что это монстр и убегали от нее особен разные стадии их развития но это конечно все прискорбно ребят что я могу сказать это был единственный человек с которым мы могли поговорить повыживать вместе возможно у нас даже получилось но я расстроен поэтому я разбиваю все эти банки с ничем выпадет нет такие фигурки интересно можно было бы это конечно все собрать и поставить дома на рабочий стол если мы конечно еще окажемся дома окей я взял ключ и что здесь здесь что-нибудь есть неприятно как минимум согласен жутко как максимум батареечки батареечки мне пригодятся здесь очень очень быстро садятся батарейки наверху наверняка есть какой-нибудь странный артефакт который мы собираем хорошо получается это был ключ от кабинета давайте-ка мы сюда зайдем запято на табличке написано подождите у меня есть ключ я как бы теперь-то имею право больше не запято спасибо это за кусок кусок яйца да нет скальпель быть может ему не стоит да тихо 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 аккуратно немножечко как-то ну не хочешь как хочешь я человек такой заставлять не буду сейчас тогда мы подойдем компьютеру скукотища тетрис тетрис нам не нужен нам нужно все это быстренько вот так вот пробежать закрыть девка чтобы мы добавили нужные заметки ты убил она никак не может заткнуться смерть болтливым что выберите команду главные события поиск журнала событий ждите так здесь нужен пасворд подождите давайте вспомним где я был и куда нам получается надо мне сейчас нужно в исследовательский центр там была заперта дверь там есть лифт который будет работать только в экстренных ситуациях собачьем питомнике я был там мы все сделали был я в какой-то маленькой комнате где мы нашли хлор и азот азот получается мне нужно идти в исследовательский центр сейчас и что хим лаборатория вот ну отпереть дверь от пирта а в шлюзе окей а вот это что за диагностика обычные состояния и что мне здесь надо что-то сделать что ли просто очень похоже на то что я здесь должен что-то выполнить какую-то команду найти пароль и собственно зайти туда шансы на выживание ошибка перерасчет так экспериментальное состояние здесь что у нас состояние эксперимента подопытные шимпанзе лабораторная крыса человек состояние неизвестно количество посетителей ну-ка ну-ка сколько их там последний новый посетитель один год два дня назад последний подтвержденный выход 8 дней назад выходов за последний год 31 посетителей в этом году 1 операционные системы вот это уже что-то поинтереснее проверка операционных систем поддержка жизнедеятельности 36 процентов обслуживание отключено транспорт отключен связь только внутренняя и защиты естественно нет труб провод 100 дальнейшая информация недоступна хорошо главные события что такое я выбрал главные события алло поиск журнала событий ждите 21 августа случай 18c 1 апреля начала постройки затем постройка завершена спустя два года на объекте б найдено вещество 63 и артефакт 66b исследование гробницы 35 записи повреждены и не могут быть открыты окей и последний статус исследования ну-ка текущие исследовательские проекты проект c 567 состояние завершён результат отрицательный еще один проект тоже результат отрицательный и результат неизвестен ну слушайте я здесь абсолютно нихуя интересного не нашел а здесь нужен какой-то пару для какой пароль и нужен ли он вообще очень очень странно подождите смотрите-ка что я здесь еще нашел экран для проектора самого проектора впрочем не видно но он вот он вот он вот он он я с ним не могу подзаимодействие просто я думал что быть может он заработает и покажет какие-нибудь цифры нет это какая-то тупость я сюда получается пришел я открыл дверь в химической лаборатории да и как бы нам нужно идти туда правильно давайте сходим меня немножко будто смущает вот это вот блять пароль вот это какая-то херня до сих пор не могу описать словами то что сделал кевин и что сделал я ей за всех сил сдерживал свой гнев и обращал его на пользу он помогал мне двигаться дальше и с его помощью я намеревался навсегда излечить себя от кевина но мы не смогли с этим справиться пути слушали ты без меня сдохнешь от скуки мы действительно неплохо сработались там есть конечно если ты перестанешь пытаться меня уничтожить я я дам тебе пирожок да застой ты себе этот пирожок смешку да попробуем по стелсу ребят хотя от кого тут убегать никого нет потому что я уже на месте нам нужно именно сюда я не знаю сейчас тогда посмотрим что-то должно же здесь получается сработать в то нет я вижу зеленую красную лампочку дверь до сих пор закрыта а что не так аварийная так и на первый слот поставлю противогазик я отпер дверь с компьютерного терминала но она все равно закрыта наверное из-за утечки газа сработало аварийное запирание получается с дверью все в порядке нам нужно избавиться от газа газ идет вот из этой трубы ну и бардак все трубы еле держится блять но это намек это намек на то что они еле держатся значит их можно разъебать ну чем не знаю давайте попробуем бросить у них что-нибудь да нет разбить пожалуйста серьезно пустым баком все это разбивается отлично ну и что я теперь газа стала еще больше подождите как я вот здесь до видел ага получается мы должны вот сюда ее присобачить и дверь открывается все понятно хорошо я попробую снять противогазик и мы не умерли значит мы сделали все правильно на право поверни слушай мартышка на не везде не ради туда идем обратно ты нас погубишь туда брата ты сказал направо я свернул обратно куда на право куда обратно то чё бы отнесешь упалять подождите я присяду я присяду и выключу свет можно не заметить я буду тише воды ниже травы эти уже стопором тоже серьезные парни они церемониться с нами не будут так там что-то красный должен здесь что-то переключить дернуть хорошо до свидания не надо так он не сказал идти направо а вон туда что и все что ли меня снимает скрытая камера ну хорошо что она горит зеленым поэтому ничего я думаю опасного в этом нет если бы она горела красным туда это определенно жди беды быть может тогда вы здесь активировались какие-то туели и было бы все плохо понятия не имею что это но мне уже страшно черт не засекла камера и теперь тут запираются все двери надо быть осторожным а понятно ну хорошо что нет турели поэтому я буду просто вот так вот держаться а здесь дверь которую нужно открыть значит должен быть где-то еще один рычаг что здесь у нас есть нет бочку я вот так вот выкину на бочку реагирует нет ах блять какая хитрожопая камера на бочку значит она не реагирует она меня реагирует так вижу что стоять то я уже дальше прошел зачем тебе мартышка я не хочу умирать их тихих сейф прошел хорошо так в этом лабиринте ага как это я лихо сразу-то нашел но вот это прикольные головоломки такие знаете все грамотно рассчитать быстро куда-то пройти не попасть вот это да это здорово здесь получается 2 до было у нас две рукоятки два переключателя я хочу взять вот этот шкаф и просто его нести перед собой у меня есть такая возможность по моему это вообще шикарный вариант как не попасть под камеру если она не реагирует правильно не на ящики не на бочки почему бы этим не воспользоваться так и сейчас мы бежим сюда а здесь меня палят так хорошо здорово что здесь не было этих сволочей с писюнами я тебя не слушаю отстань не хочу стоять подожди осторожнее что они так сейчас разберусь все я закрывали прекрасно принять ну почти ну давай ну хватает их пучок еблан пихни его подождите а почему за нами там выехали поэтому я сохранюсь а что случилось я ведь этот шкаф на секунду схватил и начал даже его наклонять почему он перестал падать то я должен как-то дверь забаррикадировать это очевидно ну я пока пока сделаю вот так будем считать что она помогает хорошо я вижу очередную головоломку я знаю у нас в магазинах да сколько откатываешься стой здесь на месте было куча таких автоматов нужно было бы вытаскивать мягкие игрушки и я вам скажу это было нереально заклинило в инструкции написано что этой штукой управляет стабилизирующая жидкость в палате ну и фиг с ней ну как фиг с ней инструкция по обращению с зараженной палатой как справляться с нестабильными веществами при помощи стабилизирующейся жидкости все подробно и сложно лучше я поостерегусь подождите я ведь за каким-то хером бутылку азота взял взял значит а оно должно мне при паха пустой контейнер так 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 это уже интересно тихо не рычи у меня такое ощущение ребят что просто здесь что-то сломалось забагалась по идее как будто бы ящик упал потому что смотрите тварь-то долбится доведет дверь не открывается хотя по сути двери может спокойно открываться диагностика протокол чрезвычайные защиты активирует последнюю линию защиты древних предназначенную для того чтобы любимый средствами защитить оставшихся людей вы хотите активировать чрезвычайную защиту давайте а почему если чрезвычайная ситуация да за мной какая-то хуйня спиской гонится вы говорите правду честное слово хорошо чрезвычайная ситуация образовалась из-за вас нет я здесь ни в чем не виноват хотя нет давайте скажем что да меня надо спасти описание не подходит под условия протокол через ах ты сука я прошу прощение больше не повторюсь не такого не повторится протокол через участь активе последний ага хорошо так надо активировать есть есть да есть чрезвычайная я говорю правду естественно я ни в чем не виноват нет чрезвычайной ситуации настоящая или мнимая Мнимая чрезвычайная ситуация, это, например, перебои в поставке кофе для кофейных автоматов. Настоящая, это, например, вгущие, рыщущие по заведению плотоядные чудовища. Да, настоящая. Отлично, ваше описание подходит под необходимые условия для активирования протокола чрезвычайной защиты. Вы хотите активировать протокол? Да, я хочу это сделать. Вы знаете, если бы на самом деле здесь была чрезвычайная ситуация, а она есть, нас, скорее всего, бы уже убили давным-давно, пока бы мы отвечали. В заведении введено чрезвычайное положение, и протокол чрезвычайной защиты активировать нельзя. Приносим свои извинения. А, уже что ли введено? Нихуя, короче, я не понял, что-то у нас тут наемные. Довольно крепкая на вид аварийная дверь, замка на ней нет, хорошо. Какое-то защитное оборудование, если там есть контейнер, то можно перенести вещество в него. Хорошо. Здесь влево-вправо, ага, и активируется замок. Значит, что я должен сделать? Подождите, ребят, у меня есть пустой контейнер. Может быть, в него нужно залить азот? Нет, не получается. Тогда я беру просто этот контейнер. На двоечку мы его оп сюда. Ну, давай, поехал, нет? Мне, получается, надо взять вот этот вот хренатень. Я не знаю, что это такое. Давайте я сначала... Так, теперь мне нужно вверх поднять. Это же вверх, да? Делаем повыше. Сейчас я беру этот кристаллик, получается. Так. И жмяк. Отлично. И мне нужно погрузить его в контейнер. А потом, я не знаю, наверное, добавлю азот. Хотя нахуй мне азот вообще нужен? Здесь, смотрите, как по-хитрожуховскому это все сделано. С одной стороны, кажется, что нужно следить за тенью, но хуй там. Здесь надо следить не за тенью. Так. Теперь до конца мы его упираем в стену. Меня просто так не наебешу. Знаете, я, блядь, сколько у этих автоматов сидел. Ну, естественно, я сам-то не играл. Я просто наблюдал. Вот, все, хорошо. Знаете, мне даже кажется, еще можно немножечко к стене. Или это уже все максимум? Да, это максимум. Опускаем. Кидать ни в коем случае я не буду. Иначе рванет. Так, опустить. Все, краник убираем. Вот, вот и все. Удачи-ка мне, пожалуйста. А вот и вещество. Надо уходить отсюда назад тем же путем мне не пройти. Так, это аварийный выход. Да хоть там долбиться, блядь. Нам нужно, в первую очередь, да, сохраниться. Нам, получается, здесь нужно в компе как-то ответить так, чтобы, блядь, это все открылось. А, нет, подождите, а почему стало крутиться? Завершение через день. А, вот оно как. Ну, это здорово. Так, а можно мне, да, взять фонарик, потому что... Потому что что... Ага. Потому что с этой, блядь, зеленой лампой ни хера не видно. За мной погоня, или я просто бегу? Ой-ой-ой-ой-ой, на троечку! Фу-ка, как я поздно нажал. Я просто не привык хиляться, когда меня никто не пиздит. Так, все, крутим, крутим. Да не в ту сторону! Ты что, братан, забыл, что ли? Все, я взял фонарик. Хилка у меня на троечку. Ага, все. Может быть, я не знаю, но надо было мне здесь пригибаться от этих паров. Бежим, бежим, бежим. Но главное, чтобы фон... Оп! Так, на три. Я на три нажимаю! Пожалуйста, хиляйся, не сдохни. Что такое? Уйди отсюда. Уйди, я тебе сказал! Замечательно, я спастя. Ну и самое время. А что не то? А почему я не могу хилить? За мной кто-то гонится? Подождите, я вернулся! Я вернулся в самое начало, откуда я и начал, да? Но я не могу сохраниться. Ну хорошо, я тогда ухожу, окей. Найдя это вещество, я почти избавился от болезни. После этого я надеялся снова вступить в контакт с разумом Трунгайт, как это делал мой отец. Мне нужно было узнать, что такого они сказали ему. Что заставило его так быстро сдаться. Надо было положить этому конец. Хорошо, а где я буду класть конец? Решил, что можешь меня уничтожить. А знаешь, что я думаю? Я прихвачу тебя с собой. Вот теперь я в небольшом недоумении. Потому что я не знаю, куда мне нужно идти. Блядь, я еще к тому же заблудился. Еб твою мать. Он не есть? Подождите, блядь, где я? А хуй тут одни тупики? Это... У меня галюны. Не открывается. Подождите, так все и запланировано? Все распространяются быстро. И здесь, скажем, открывается. Блядь, чувак, не беги за мной. Здесь тупик. Что за мной? Балово, здесь должен был быть проход. Почему меня замуровали-то? Куда я должен идти? Блядь, и здесь тупик. Вот карта. Ну, а где я нахожусь-то, блядь? Куда-то зашел. Ага, вот куда меня вели. Все, я понял. Так, хорошо, я сохранюсь. Я просто не понимаю, зачем я вообще сюда пришел. Здесь были закрытые двери. Вот это вот оно было закрыто. Заблокировано с той стороны. Да, это я помню. Ну, я здесь был, я и взял, собственно, бутылку азота здесь. А нахера мы сюда опять-то вернулись? Здесь каким-то чудесным образом дотерский компьютер заработал, или что? Ну, окей, здесь есть еще один код, который не работает. А зачем я тогда сюда пришел? Может быть, я сюда пришел просто тупо для того, чтобы прийти в себя. Ага, ну-ка, 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 решетка вентиляционной шахты. Заржавело намертво придется искать другой путь в шахту. Подождите, заржавело. Другой путь в шахту. Мне нужно попасть в шахту. Значит, я на верном пути, да? Я на верном пути. А если мы возьмем... Вот так вот сделаем этот контейнер пол? Так, этот контейнер я пока оставлю. Он, скорее всего, понадобится там для встречи с этими древними, блядь, на поиске ответов. Хотя, давайте попробуем. Может, это поможет. Нет, это не помогает. Ну, смотрите, здесь, блядь, я не знаю. Откройся. О, йод. Ебать, я еще, оказывается, это не подобрал. А что, если я йод смешаю с бутылкой азота? Хм, разве они будут работать в ней? Я в душе не ебу, если честно. У меня по химии три было. А если сюда добавить? У меня есть йод и у меня есть азот. Вот, азот на решетку никак абсолютно не реагирует. А йод тоже, да? Что в таком случае можно сделать? Ну, в эти я точно не залезу. Есть золотое правило, ребят. Когда не знаешь, что делать, трогай абсолютно все, что видишь. Все, что тебе попадается под руку. Я подошел к картине, ее можно было потрогать, ее снял, оказывается, здесь дырка. А еще, оказывается, за вот этими, блядь, книжками или папками, не знаю, как называется, которые, блядь, здесь банку огородили. Банка серы была. Вот она, пожалуйста. В общем, я здесь все нахер поскидывал и нашел еще некоторые предметы. И, собственно, в вентиляцию я попадаю. Давайте мы по ней пройдем. И оказываемся мы, собственно, за вот этой самой дверью. Так. Да, замечательно. Дверца открывается, и я могу вернуться назад. Это дверь... О, блядь. Здравствуйте. Тело прицеплено к этой машине с трубками. Что за эксперименты тут велись? Ацетон. Кажется, это воронка для реагентов, через нее можно наливать всякое в машину. Замечательно. Значит, здесь мы будем все это скрещивать. Надпись на экране ожидается вот вещества химического соединения недостаточно. Тут надпись «Смесь не закончена, инъекция оборота не сделана». Ага, получается, мы должны здесь чего-то нахимичить, положить свою руку, и нам ведут противоядие. Наверное, это должно работать именно так. Смотрите, здесь четыре кнопки. Серые. И две красные. А у меня веществ получается... Так, вот смотрите, у меня... У меня получается йод, азот, сера, ацетон четыре. Какой-то, блядь, полный контейнер. За кем хер мы можем... Дайте, мы даже батарейку вставим. Так, я сейчас здесь тоже все это нахуй по вытаскиваю. Ага, хорошо. Хлор у нас имеется. Че не получится? Да убери ты нахуй. Логично предположить, что у нас должно быть шесть. Шесть реагентов. Там ни хера нет. Может, в шкафчиках что-то? Блядь, в первой части, когда мы изготовили бомбу, в самом конце, помните? Да ты можешь... Твою мать, открыться! Было гораздо проще, потому что все ингредиенты для создания, все колбочки, их, по-моему, тоже было шесть, находились в одной комнате. А здесь что-то, блядь, как-то... Как-то все хитро за... И как? Как я здесь должен... Ячейка для как... Ага, все, понял. Ячейка для какого-то контейнера. Этот контейнер полон. Ну, как бы, и хуй с ним. Вот, отлично. А есть смысл-то в какой последовательности? Нет. Просто мне кажется, что... Нет. Спросите, почему? Ну, потому что мы здесь будем все перемешивать. Какая нахуй разница, да? В какой последовательности? Я налил реагент в машину. Ага, и он у меня исчез. Да, мы просто все заливаем. Отлично. Я готов. Надпись на экране химического... Серьезно? А где я еще что проебал? Хм, интересно, интересно. Значит, мне не хватает еще какого-то реагента. Ладно, ребят, давайте тогда мы на этом закончим. Возможно, я без записи поищу его, чтобы не тратить на это время. И мы уже вернемся в следующей серии. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.